Из древних скандинавских саг на сцену Национального театра драмы имени Шкитана. В Мариел составилась премьера первой в истории рок-оперы на марийском языке Виарме. Уникальный проект с интересной судьбой, звучавший на разных языках, в Йошкарале создавали в буквальном смысле заново. А драматическим артистам театра пришлось осваивать амплуа оперных певцов. На премьере побывала и наша съемочная группа. Из седой старины, когда драккары викингов бороздили моря, наводя ужас на жителей всей Европы, от Дании до Сицилии, а в сумрачных северных краях жили загадочные финно-горские племена, до наших дней дошла история о первом столкновении двух миров. Виарме или Биарме – это художественная переработка древних скандинавских саг, положенная на современную музыку и поставленная режиссером из Петрозаводска Сергеем Пронином. Изначально опера Виарме звучала на финском, затем ее поставили на языке коми, и вот теперь в первые истории рок-опера звучит на марийском языке. Ради этой постановки актеры Национального театра драмы раскрыли свои вокальные способности. Для театра проект, который поддержали в Минкультуре Республики, стал первым подобным опытом. Да, это эксперимент сегодня, это первые шаги. Я понимаю, что здесь могут быть какие-то проблемы со звуком, потому что мы сами это переживали в оперном театре в свое время. Но я думаю, что это все уляжется и все будет нормально, потому что спектакль – это живой организм, который в итоге, я думаю, придет к тому настоящему, который должно быть. Потому что, повторюсь, все артисты на месте, замечательная труппа, замечательно работают, и я думаю, что все будет хорошо. У этого спектакля есть будущее, безусловно. Кроме оперного искусства, актерам пришлось освоить еще и фехтование. Стоит отметить, что и сценические костюмы создавались заново. Здесь и металл, и грубая кожа в одежде викингов, мягкие цвета и натуральные ткани в костюмах биормийцев. По сути, это фантазия художника на тему того, как могли бы выглядеть наряды финаугров в древности. Рок-опера вызвала огромный интерес у театральной публики. На премьере был полный аншлаг. Впечатления самые приятные, очень красивые костюмы, очень сильные голоса у актеров, очень хорошо играют, очень драматично. Я слушаю без наушника, но такое ощущение, что я все понимаю. Мне очень нравится музыка и актеры. На таком высоком уровне для драматического театра первый раз поставили рок-оперу. Актеры очень пластичные, костюмы очень красивые, интересные. И мне кажется, зрители с удовольствием будут смотреть, как вот я с удовольствием, с трепетом смотрела, смотрю этот спектакль. В заключение стоит отметить, что Ви-Армия рассказывает о вечных ценностях, которые не меняются из поколения в поколение и важны для нас так же, как и для наших далеких предков. Это любовь, способность пойти на жертву ради своей веры и своего народа и необратимость в кары для тех, кто пришел взять нашу землю огнем и мечом. КОНЕЦ